благодарю добрый день дорогие коллеги рад вас приветствовать в начале рабочей недели и сегодня у нас будет очень обширная интересная тема связанные со статистикой которые как всегда мы постараемся максимально расширить задумавшись о том каково значение что такое статистика и вообще раскрыть прошлое настоящее будущее и то что мы имеем и та работа которая проходит сейчас и то что мы планируем сделать планы и объем работ здесь велик поскольку практически вот весь 22 21 годы проходит под знаком статистики вот именно для рынка эбс я вам расскажу какие проекты здесь делаются тут не одни мы закатив рукава работаем над этой вещью практически этот год ну или скажем так в течение двух лет полностью меняется представление о том что такое статистика в отношении эбс ну а это имеет разумеется отношение и ко всем платформам вот в частности о том что ситуация это было не очень хороша цитата натальи николаевны литвиновой ситуация на российском рынке ни один российский контент провайдер не проходила аудит каунтеры хотя некоторые из них заявляют что их статистические отчеты соответствуют правилам каунтер это вызывает обоснованные сомнения вот такой вот критический камень но я бы хотел начать с более общей информации вообще о статистике и что может статистика почему он является ключевым сервисом мы с вами все знаем поговорку что бывает есть правда бывает ложь а бывает статистика но в этой вот поговорки я считаю роль статистики сильно-сильно преуменьшена особенно статистики в информационном пространстве в цифровом ну такое воспринимается как статистика как одна из таких вот рядовых вещей но что-то там насчитали да и где-то там обманули на самом деле если мы задумаемся что такое статистика для цифры для цифрового пространства то мы поймем что вообще статистика это и есть само цифровое пространство информация и статистика по сути дела это в каком-то смысле но если не синонимы но понятия которые исходят из 1 из 1 того же корня а какой корень понятия информации теория вероятности информация это оценка вероятности наступления события соотношение вероятности и фактичности событий и статистика само собой это тоже из той же с того же сегмента математики растут у нее ноги и по сути ну по дела это и есть оценка и уже характеристика описание фактичности событий то есть информации статистика это как право и лево как истинный ложь это другая сторона и по сути дела информация это и есть статистика а статистика это и есть информация о реальном использовании о состоянии работы цифровой платформе мы сейчас говорим конечно цифровом мире и хотя вот цифровой мир он не все там у нас забирает в нашей жизни но там где мы работаем именно цифровом пространстве мы начинаем чувствовать вот эту мощь того что представляет собой статистики в частности вот в маркетинге запрещается осуществлять мероприятия результаты которых невозможно проверить то есть маркетинг через платформы где нет статистики вообще работа в таких платформах где нет статистики становится практически бессмысленной и статистика по сути дела это параметризация вот этого цифрового мира она позволяет отслеживать параметры работы получать контроль над эффективностью использования цифровых платформ включая затраты на платформу содержание платформы контингент организации работу на платформе всей организации отдельных подразделений причем это относится не только к б с но что касается и б с те кто из вас непосредственно их работают вы знаете что содержание личного кабинета ключевого пользователя библиотеки оператора и б с это по сути дела все есть сервис статистики и немного больше откуда это идет о и вообще о парадигме индивидуальном цифрового следа с которого мы сейчас начинаем и сегодня им закончим вообще я бы сформулировал так что цифровая парадигма который мы часто говорим она заключается в способности наблюдать над работой системы последствием комплекса параметров именно цифровых параметров контрольных показателей отражаемых количественными методами и цифровой переход который вот во всех наших областях жизни сегодня просто происходит он и сводится в конечном счете к этому способности перевода системы на контроль посредством датчиков посредством вот этих контрольных параметров сбор информации с них с этих датчиков и параметров это есть статистика и почему это важно и ценно потому что вот здесь и происходит переход количества кать в качество качество работы можно отслеживать посредством количественных показателей состояния если их достаточно много и они отражают смысл работы системы и недаром вот говорят 4 промышленной революции пришли такие понятия интернет вещей big data это все количественные показатели параметры это все статистика отражающая возможность управлять кибер физическими системами с помощью цифровых параметров везде где появляются эти цифровые параметры мы можем говорить о кибер физических систем так что ждите завтрашнего дня скоро это будет понятие совершенно повседневной касающиеся всех любых систем в которых мы работаем собирая статистикой мы обычно ценим и собираем общие показатели работы цифровой платформы они отражают общие суммарные свойства и индивидуальные показатели индивидуализация вот индивидуализация позволяет аналитически детализировать работу системы настолько чтобы отслеживать поведение каждого из элементов или частей системы и в конце туннеля мы должны прийти к индивидуальному цифровому следу то есть возможности следить за поведением каждого пользователя на платформе в том числе для образовательной организации возможность видеть качество работы и подразделений и групп и и каждого отдельного учащихся вот какой путь мы должны пройти от общего состояния статистики которые мы имеем сегодня индивидуализации которые пока стоит только как задача что вышесказанное означает для университета вспомним и вернемся к понятию цифровой университет по моему представлению цифровым университетом тоже вот в понятиях которых я выше представил понимается такое интегрированное управление учебным процессом в котором под цифровым контролем параметризации оказывается все процессы происходящие в организации то есть для того чтобы нам называться цифровым университетом мы все наши процессы должны подставить под эту задачу и описывать цифрами параметрами и это происходит вот тот великий стон который мы слышим от всех кто работает в университетской пространстве связаны с отчетностью с тотальной отчетностью которые погружены все от мала до велика это и есть результаты роста вот этой цифровой параметризации потому что отчетность это тоже статистике видите в статистике у нас собрались почти все ключевые представления и информации и отчетности и вообще цифрового пространства как такового и конечно как цифровой университет как вот лидер всего этот процесса уже весь пронизан сверху донизу здесь несколько уровней отчетности университета для которого нужны базовые показатели результаты и критериями эффективности работы всего университета уровень отчетности учебного процесса здесь мы вытаскиваем параметры выполнению условия в госов это наличие рпд книга обеспеченность успеваемости и тогда и уровень библиотеки тоже со своя отчетность где должны быть отражены соответствие работ библиотеки задачам информационного обеспечения учебного процесса посещаемость фонд материальное обеспечение ну вот со всеми этими задачами отчетностью вы сталкиваетесь ежедневно и мне здесь рассказывать и интересный очень такой знаковый поворотный пункт я считаю в этом году был связан с принятием новых правил аккредитации которые выразились в новых критериях контрольных показателях аккредитации и по сути дела вот при этом произошла переход от методику контроля условий в госы когда спрашивались там величина площади преподавать состава и так далее книга обеспеченности на показатели успеваемости когда спрашивается и контролируется общий уровень успеваемости качество фонда оценочных средств и так далее но об этом я делал отдельную отдельный вебинар и рассказывал в о подробностях переходим к нашему более узкому фокусу статистику ЭБС что можно от нее получить и почему она очень важна ну вот здесь я привел вам диаграмму с опроса ЭБС проходящийся в восемнадцатом году и здесь видно что по сути дела требования качественной унифицированной статистики стояло на втором месте со стороны библиотек после единой точки входа то есть это сервис который имеет первостепенную занимает первое и второе места во все во всем комплексе сервисов ЭБС потому что ЭБС это цифровая платформа и от нее будет требоваться все то что я и сказал ну что может отразить статистика на платформе ЭБС ну во первых содержание ЭБС это количество наполнения жанр, дисциплины, предметы и так далее во вторых статистика должна показать использование ЭБС это количество посещений, книговыдач, проведенного времени и так далее и качество использования это объемы поисковых запросов на организацию, на отдельного посетителя использование мультимедия отказы то есть более такой расширенный спектр это вот то что есть уже у каждой ЭБС ну а если вы войдете в личный кабинет ключевого пользователя то есть библиотекаря как я говорил то там в основном то все что вы видите это и есть показатели статистики показатели ЭБС общая статистику и даже индивидуальная статистика все это в общем статистику ищите в кабинете библиотекаря вот так выглядит эта базовая страничка в личном кабинете библиотекаря где можно увидеть показатели ЭБС сервис который давно был реализован и соответственно вот отчетности которые сдает библиотека в свои высшестоящие органы здесь отражается и количество учебников учебных пособий учебно-методической литературы монографий научно-художественной литературы справочной литературы журналов и так далее но этого было очень мало в отношении других аспектов ЭБС представляли статистику кто во что гораст как используются посетители и посещаемость в общем это было довольно хаотично и требовало от библиотек большой работы сводить все воедино что в конце концов стал вопрос как унифицировать статистику и вот в 2020 году этот процесс вылился в интересный проект нашей ассоциации АПОЭР под руководством Нателла Надарина Квелидзе в которой мы поставили все цели выслушать вузы что им требуется и собраться всеми ЭБСами и составить единый концепт как представлять статистику ВБС очень полезный проект в общем-то он уже реализован удался всем кто участвовал слава и благодарность в общем общая идея была в том чтобы создать рабочую группу основанную на консорциуму ведущих вузов и достичь единства и стандартизации показателей которые требуются в библиотеке для отчетности основой документ документальная основа этого выступил приказ Росстата об утверждении формы федерально-технического наблюдения ну, который требуется для вузов в общем в рамках этого проекта в 21 году работы были завершены и в принципе все члены АПОЭР реализовали такую статистику о ее результатах вы можете посмотреть по этой ссылке основные участники это учредители АПОЭР инфраем как один из инициаторов проекта наша ну и вот здесь вы видите представителей от вузовских библиотек которые участвовали в этом проекте кратенько к чему пришли ну основной дискуссия быстро свелась к тому что существуют обязательные показатели то есть программа минимум которая у всех была а вот в дальнейших каких-то аспектах или каким-то вузам не подошли или ЭБС не готовы были вкладываться то есть целый спектр различных опций где уже осталась свобода действий но в целом это было все равно выражено в программе максимума который был не реализован но условно отложен на потом ну и еще замечательно что вот программа минимум она включила и базовые термины которые должны быть в такой статистике и базовые опции ну среди них выбор и статистика по произвольным и предустановленным периодам то есть по любому периоду для формирования отчетов ну и базовые показатели количество визитов количество зарегистрированных пользователей уникальные пользователи и их количество наименование книги книговыдачи постраничный просмотр количество журналов и на основе этого некие дополнительные опции рейтинги чтения книги стратегии статей отказы количество доступных книг ну то есть максимальные на платформе и именно доступные конкретному вузу ну это все я сейчас вам покажу еще и как выглядит у нас вот это вот программа минимум которую кратко перечислил был и факультативный блок уже необязательный где отражались новые поступления в ЭБС или исключенные из ЭБС книги ну и разные там дополнительные сервисы сервисы типа отчет по отказам в доступе выгрузка маркзаписи по видам изданий вот те вещи где не было достигнуто единства в желаниях и возможностях они как бы оказались на переложены на на будущее ну например формирование сравнительного отчета по вузам на основе трех-пяти общественных ключевых показателей статистики вот здесь вот сами вузы не захотели чтобы их выстраивали в такие вот рейтинги 50-50 получилось или вот у меня тут неправильно сформулировано расширенный набор полей для профиля обсуждения регистрации пользователя так это что-то не то просто вписал альметрики как дополнение статистики ЭБС тоже в целом да но не все готовы включиться и создавать такие вот дополнительные метрики статистика по типам пользователей преподаватель студент ну это например у нас есть и в целом вузы одобрили но опять таки не во всех ЭБС это возможно и вообще основная проблема была в том что ЭБС все таки сильно отличаются друг от друга у кого-то кто-то отличается вообще типами контента одно есть другого нет кто-то типами представления контента в тех или иных форматах поэтому другие недоступны и не так уж много тех ЭБС которые действительно полным спектром которые могут реализовать разные хотелки вузов в частности опции исключения зачетов изданий представлены в открытом доступе вот ну поскольку ЭБС как правило это коммерческий продукт которым нет открытого доступа то вот отслеживать что есть а что нет в открытом доступе тоже никто не взялся вот в общем это как бы дискуссии на полях то где не пришли к единому выводу в общем по итогам мы на нашей ЭБС была одной из первых которые реализовали все вот эти опции согласованные сообща реализовали периодизацию реализовали показатели да показатели разделились суммарные которые показывают общую как я вам сказал общий результат и уникальные которые показывают ну не повторяющиеся объекты это все нашло отражение в статистике спорные моменты еще которые возникали которые ну основной пульс что ли вот этих дискуссий составили это как добиться отражение зарегистрированных и анонимных пользователей вуза поскольку очень много работает по айпи авторизации и остаются анонимными и конечно анонимный пользователь он не позволяет выявить очень много показателей которые бы вузу пригодились были также дискуссии по вопросам отражения статистики переводики потому что это совсем другое чем книги и не у всех ЭБС есть вообще переводика статистика отражения по главам книги тоже формат который на западе очень широко распространен а у нас практически никто не работает по главам вопросы связанные со статистикой постраничного режима поскольку вот для переводики практически не существует такое на западе практически не используется постраничная отчетность а у нас это базовый ну и постраничный никогда не было в традиционной библиотечной отчетности а у нас вот она является одним из таких важных показателей работы дискуссии по отражению изменений фонда и вообще его состав потому что кроме книг и периодики еще есть мультимедиа и другие форматы опять таки это сильно очень усложняет сервисы ну и разные другие показы отказы загрузки вот эти вот разные форматы это все разные понятия которые создают сложности для унифицированной системы вот тем не менее вот мы модифицировали нашу вот традиционную статистику которая раньше была добавив и уточнив с помощью вот той работы которая была создана АПР создали вот такую показатели довольно обширные которые вмещаются визиты книга выдачи просмотры пользователи рейтинги обновления фонд отказы сводную статистику но обо всем сейчас немножко подробнее ну во первых статистика и показатели визитов и пользователей вот обращу внимание что эти показатели не совпадают с понятием которые которые часто используются в интернет статистике хосты и пользователи вот потому что все таки ВБС важно не просто заходы да а важно работа с контентом на большей глубины вот мы такие показатели только общие показатели отражаем для себя но вообще в целом для понимания зайти на страницу ЭБС может любой в том числе не студент ВУЗа но для ВУЗа имеет ценность статистика только именно собственных студентов которые могут войти внутрь и обратиться к книге поэтому необходимо и отщепить вот этих вот лишних случайных пользователей поэтому очень ключевое для фиксации визитов и пользователей вход на ресурс и начало сессии да поэтому существует два вида авторизации которые фиксируются в этой статистике из-под логина пароли и в этом случае мы говорим об аутентифицированном пользователе полностью аутентифицированном пользователе и из-под IP ВУЗа как я сказал это авторизированный начинающий с сессию но не аутентифицированный то есть анонимный пользователь вот между этими двумя формами в общем теряется много информации вот и вы видите на нашей страничке помимо этого отражается и виды пользователей разделение доступа то есть суммарно как организация потом студенты абоненты преподаватели визиты под IP и аутентифицированные пользователи то есть все виды пользователей и можно также посмотреть по IP по которым работают сотрудники ВУЗа следующая страничка типы пользователей да уже на них там начали мы говорить то есть мы даже на этом уровне предоставляем статистику различающую работу преподавателя студента абонент то есть не преподаватель не студент а некий сотрудник например сотрудник библиотеки и работа по IP авторизации в которой это разделение не проходит ну собственно в этом и проблема что IP авторизация она как бы разрушает картину которая была бы гораздо более полной и ценной цельной преподаватель студент отражается точно когда они работают издалека из дома а в ВУЗе они могут и не авторизоваться вот такие вот графики позволяет более наглядно видеть изменения статистические вот и авторизации по типам пользования авторизации под IP это новые в нашей системе вот следующая опция книга выдачи и просмотр вот здесь вы получаете окошко в котором можете выбирать и филиал своей организации временной диапазон вот здесь уже на скриншоте показана выбранная различная группировка если она есть в вашей организации ну и тип контента книги периодика и так далее вот и полностью получить результаты по книговыдачам и объему просмотров следующая опция как раз связана с рейтингом издания для того чтобы библиотека видела какой контент востребован меньше востребован и помимо того что статистика выгружается по книгам и периодикам можно видеть статистику по активным и неактивным пользователям вот это тоже полезный такой параметр вот в частности он отражается у нас на страничке сводной статистики ну сводная статистика это краткий обзор используем всей организации самый такой полезный итоговый результат и вы видите что здесь и можно увидеть работу по общего состава сколько зарегистрированы и как работают новые пользователи вот это вот понятие активные то есть те которые неоднократно зашли в университет настоящие пользователи показатели книговыдачи просмотров страниц просмотров периодики уникальных наименований и в том числе аудио прослушивание аудио контента вот да ну и вот еще да просто упомяну отдельные странички открывается в окнах обновления фонд отказы которые мы упоминали специальные параметры отчетности если они интересуют вот собственно как реализован модуль статистики расширенный модуль статистики сегодня на основании той работы которая была проведена под эгидой АПР в общем мы получили очень позитивные отзывы в результате этого но на этом работа не остановилась потому что внутренняя статистика ЭБС это хорошо но этого очень мало университеты работают с широким спектром платформ и собственно встает вопрос о том чтобы унифицировать не только ЭБС а вообще вот эти показатели цифровых платформ и решение для этого давно уже существовало это как бы вторая глава работы которая была проделана реализация стандарта Каунтер 5 Каунтер я думаю всем уже известен это международный стандарт для интегрированного сбора статистики с разных издательских платформ и формирование их в едином отчете вот последний единый отчет это как раз ключевое слово для этого потому что даже вот наш реализованный стандарт он не позволяет интегрировать единый отчет все равно приходится библиотеке копипастом собирать все в единой табличке вот Каунтер вместе с сервисами которые ему присуще позволяет вообще формировать это все сразу в единой таблице через API через вот эти модули интеграции сам Каунтер разрабатывается с 2003 года постоянно развивается и в этом то есть были его ограничения я неоднократно рассказывал о Каунтере потому что мы одни из первых которые его реализовали еще в шестнадцатом году но проблема его в том что он развивался для западного рынка и соответственно был предназначен первоначально для переводников в дальнейшем следующее поколение Каунтера в них добавлялись и опции и главные другие виды контента и книги и мультимедиа ресурсы открытого доступа но проблема заключалась в том что это все немножко там прирастало в целом доходя вот количество отчета доходили до тридцати до тридцати отчетов вот используя различный формат Каунтер 5 это такая глубинная переработка стандарта в котором была реализована гибкость и широта настроек то есть изначально вот эти все все различия контентов контента можно унифицировать посредством настройки тех опций которые нужны библиотеки вот не 30 различных отчетов а настройка единого сервиса который выдает тот отчет который нужен конечно это уже качественно другая ступень и вот я цитирую Наталью Николаевну Литвинову принципиально новое решение на котором строится логика и архитектура Каунтер 5 выделение ограниченного перечня объектов для которых определяются основные метрики объекты имеют ряд атрибутов допускающих свободное комбинирование вот то о чем я сказал то есть через атрибуты к единому решению два слова о истории внедрения Каунтер в России ВБС ну как я уже сказал мы первыми внедрили Каунтер в 2016 году с помощью Натальи Николаевны Литвиновой это известный наверное ведущий эксперт этого сервиса в нашей стране с большой благодарностью мы вспоминаем эту помощь но к сожалению тогда это был Каунтер 4 он не нашел широкого распространения среди наших клиентов ну его недостаток как я сказал то что он опирался на периодику мы все таки на книги поэтому небольшая такая несостыковка ну и видно университеты еще не созрели для того чтобы пользоваться таким университетным сервисом с той поры достаточно расширился спектр цифровых платформ с которыми работают университеты я думаю что такая потребность уже стала более ощущаться поэтому в 2021 году тоже известный наш игрок на рынке консорциум Arbicon выдвинул новую инициативу корпоративной среды анализа востребованности научного образовательного контента получившую название Superstat этот сервис по замыслу коллег позволит организациям принимать обоснованные решения по формированию портфеля подписки на основе предложений российских и зарубежных поставщиков и объединит пространство российских и зарубежных поставщиков в единой статистической концепции эта концепция должна быть основана на статистике Counter 5 и интерес к этому проекту выразили не менее дюжины ведущих вузов посмотрим насколько они все действительно включатся в этот процесс в общем Superstat это именно сейчас формирующаяся растущая программа интеграции статистики различных ресурсов для каждого отдельного университета вот и мы вместе с коллегами которые участвуют Arbicon это InfraM iBooks тоже реализовали этот модуль Counter 5 и вы можете у нас его найти на соответствующей страничке значит здесь вы видите на скриншот тот же привычный фокус когда можно выбрать филиал там организацию можно выбрать временной диапазон и те виды отчетов которые базовые отчеты Master Report который предлагает Counter именно для книг эти показатели можно и показать на экране и выгрузить в Excel я буквально кратенько покажу что такие вот эти показатели можно собрать на нашей платформе здесь существует несколько базовых показателей ну вот по по очереди book requests запросы по книгам это статистика статистика по книгам использования journal requests то есть статистика по журналам нашим books access denied это статистика отказов journal access denied статистика отказов по журналам ну и общая платформа Master Report общая статистика платформа вот так происходит выгрузка здесь Master Report статистика отдается в табличном формате она такая очень длинная много показателей вы видите сразу уже с разделением периодов и вот этот вот формат легко интегрируется с помощью Excel или API вузов но вообще для этих задач существуют различные сервисы суши например в самом организации Каунтера ну вот Суперстат Арбикона предлагает собственный российский продукт в котором интегрируется эта информация так вот так выглядит Platform Master Report в которой больше всего информации здесь и посещаемость платформы и показатели по книгам переходы книгам загрузка книг уникальные наименования переходы тоже их загрузка загрузка вот и тут надо понимать ключевые термины каунтера которыми он оперирует в общем здесь не так много терминов надо понимать их различные title очень важные понятия которые именно об уникальном наименовании говорит то есть количество например как количество открытых наименований за перевод item это показатели отдельных объектов то есть в данном случае книг ну другие на других платформах это могут быть главы журналы и так далее вот у нас по сути дела не не сильно отличаются title уникальный item это общее количество investigations это переходы ну то есть общая страница о знакомство с общей информацией о объекте о книге реквест это как раз открытие книг загрузки ну и сейчас поисковые запросы тоже важные платформы так как вы видите вот скриншот показывает там количество поиска на платформе количество уникальных загруженных наименований общее количество загрузок общее количество обращений к объектам уникальные объекты сколько было загрузок уникальные обращения уникальные наименования обращение к этим наименованиям ну в общем не такое большое количество параметров достаточно удобно и разобраться в этом не так сложно вот в общем в рамках этого проекта Арбикон объединил несколько ключевых вузов среди них РАНХИС СБВГУ Тюменский госуниверситет и соответственно интеграторов и ЭБС Айбук знанию наша ЭБС и в перспективе и ключевые игроки рынка вот пока проект конечно в работе он еще не завершен вот ну и несколько слайдов из программы еще раз подчеркиваю важная опция вот этого проекта именно интеграция данных вы можете воспользоваться суши и API с каждой ЭБС и собрать самостоятельно в своей библиотеке вот эту вот общую информационную интеграцию с разных платформ а можете воспользоваться суперстат использовать их инструменты и на их как бы площадке собрать вот эту статистику и в частности вот вы видите сейчас не просто статистику какой-то отдельной платформы нашей этот сервис вам показывает по всем платформам которым подключен в данном случае питерский политех total item request то есть всего сколько объектов было загружено заперед и unique item request то есть уникальных наименований которые были загружены и ну и например вот в этой программе вы можете сравнить востребованность платформ вот здесь вот видно что наибольшая востребованность это собственная электронная библиотека политеха да дальше здесь чередуются и зарубежные платформы шпринген и нейчер и отечественные бс знания да это статистика двадцать первого года когда мы еще не были включены в эту программу вот все суммируется в общей картине вот можно сравнивать и по различным аспектам например виды использования сколько запросов было а сколько загрузок investigations и requests да и видим что какая то пропорция в частности видно что вот в отношении нашей университетской библиотеки сколько было запросов столько и загрузок то есть довольно точный поиск пока показывает что поиск отражает то что искали пользователи еще одна опция это дублирование монографии у разных поставщиков подписки конкретной организации то есть можно видеть что одно и то же наименование вы подписываете в разных на разных платформах да вот сердечками отражены дублирование iBooks электронной библиотеки с ПБГУ и знанию да на трех платформах одна и та же книга так можно отслеживать и фильтровать вот собственно то что я хотел рассказать про Каунтер 5 как вы видите это такой новый шаг к интеграции статистических показателей ну и для вузов которые работают со многими цифровыми платформами это очень востребовано так что подключайтесь под эгидой арбикона можно получить и быстро настроить такой сервис вот ну и переходим к третьему блоку уже к будущему да все мы говорили о настоящем работе которая сделана была вот только что буквально а теперь над чем мы работаем мы работаем над индивидуальным цифровым следом но здесь следует отдельно сказать как вот в начале с чего мы начинали по сути дела только вот такая индивидуализация и открывает пространство и для полноты параметров и отслеживания поведения пользователя и для аналитики полноценной для работы искусственного интеллекта для возможности воздействовать и добиваться результата для отдельного конкретного пользователя вот для ЭБС практически методически был этот путь заказан то есть невозможен как я уже сказал из-за вот этой анонимной IP авторизации которая сама по себе очень удобная поскольку позволяет быстро включиться работать с книгой без какой-то там дополнительной авторизации но для дальнейшего развития ЭБС она стала барьером поскольку не позволяет реализовать очень много интересных сервисов позволяющих более детально и аналитично работать со статистикой вот мы по сути первая ЭБС которая пошла на то чтобы внедрять двойную аутентификацию то есть полную аутентификацию которая обязательно для индивидуализации ну отмечу что здесь мы в цифровом пространстве далеко не первые практически все базовые и крупные цифровые платформы Google Apple и так далее они уже давно реализовали такую вот полноценную аутентификацию и здесь для того чтобы добиться максимума альтернативы нет ну а для ВУЗа это позволит собрать информацию не только по отдельным пользователям но и по факультетам кафедрам вот по всей структуре которая сейчас закрыта информационно конечно это несет в себе некоторые неудобства то есть необходимость авторизоваться для каждого пользователя ну в общем то я считаю что мы уже на том этапе когда люди к этому привыкли и в принципе это не вызывает какого-то там недоверия или что-то вот по IP авторизации тоже можно будет работать на нашей платформе но не в полном объеме то есть пользователю придется отказаться от каких-то вещей вот над этой работой вернее задачей мы сейчас и работаем и буквально в обозримый срок предоставим вашему вниманию и что же вы увидите вы увидите очень много новых возможных отчетов вот здесь вот в табличке сравнивать старые показатели они тоже уже довольно у нас верифицированы это отчет и не только о количестве общих пользователей но вот отчет об активных пользователей отчет о преподавателях пользователей студентах но я сказал пока вот не было единой системы авторизации то и информация была далеко не полна были также у нас отчеты о количестве поисковых запросов количества книговыдач количестве наименований доступных вузы отчет об объеме постраничного просмотра вот к этому всему добавлена сейчас уже периодизация отчетов ну а новые показатели которые станут теперь доступны и по сути пока только у нас это отчета об использовании в разных факультетах институтах то есть подразделениях в разных кафедрах отчет об индивидуальном использовании само собой отчет об использовании контента разных предметных групп там физики химии и так далее отдельные отчеты по книге и блоку произведений то есть какими в каких подразделениях такая таяльная книга используется вот причем это будет отслеживаться в сравнении с использованием прошлого периода то есть будут видны тренды какие вот вы можете наблюдать в своей организации в общем по сути дела вот спектр возможностей расширяется там с сегмента 180 градусов до 360 вы действительно получаете 3d такое пространство где можете и реагировать и регулировать командовать своей организацией почему как мы считаем вот этот индивидуальный цифровой след ну о котором кстати очень много говорят везде почему он так необходим ну вообще говоря самое главное нам мне кажется не очень то и нужна общая оценка университета вот которые реализуется сегодня сегодня мы можем реализовать только вот эту общую оценку университета почему потому что университет не является коллективной личностью не университет учится да нам нужно знать не то как обучается университет да а как обучается каждый конкретный студент потому что образование это сугубо индивидуальные процессы благо и оценка знаний это сугубо индивидуальная характеристика знаний не существует общей температуры по больнице не существует общего знания по университету нам нужно дойти до каждого поэтому я надеюсь вот вы понимаете что это действительно революционный переворот это то что ну обязательно мы должны к этому прийти ну и мы придем к этому то есть индивидуальный цифровой след это будет все что мы должны знать обучающимся как он читает что он читает чем он интересуется какова его специализация как его помочь то есть практически все вот индивидуальные потребности с литературой с обучением станут нам доступны для ученого и преподавателя тоже огромный спектр возможностей как ему помочь открыть возможности навигации различных рекомендаций в частности мои научные интересы все это будет уже точно бить вот прямо в него ну и а для университета это конечно итоговое повышение качества обучения понимание работы конкретных ресурсов видение слабых изменив распределение бюджетов и так далее и так далее ну и как пример что что мы увидим в результате вот два кейса кейс кафедры то есть сейчас для вас кафедра находится в слепой зоне для библиотеки в таком-то университете вот некий или факультет институт как кафедра общей истории да вы видите количество обучающихся количество преподавателей статистика каждой из категорий и обучающихся и преподавателей и вот в данном случае видно что студенты пользуются активно да преподаватели практически не заходят да значит делаем вывод что необходимо активизировать работу там меры провести вебинар ввести какие-то критерии эффективности для преподавателей кафедры то есть понятно что делать или другой кейс со студентом да вот вам студент на такой-то кафедре и его статистика вы видите там 25 поисковых запросов 8 книг просмотрено 2 книга выдачи промежуточное тестирование пройдено всего одно оценка там низкая то есть сразу видно что это лентяй недостаточно использования ресурсов и разрабатывайте меры отчет библиотеки на кафедру об активности различных студентов и предложение мер по повышению эффективности в общем тут уже кто на что гораст так что вот такие сервисы они вообще изменят сам способ использования статистики и самое главное они создадут тоже использование прямой связи для каждого конечного пользователя для университета это там могут перечень активных пользователей студентов которые вообще не пользуются ЭБС да вот такие списки и сразу понятно будет с кем бороться понимание эффективности расходов связи использования ЭБС с общей успеваемостью возможность здесь как-то играть купить одну платформу или другую платформу коллекции превращение ЭБС в инструмент повышения качества обучения то есть вы можете сравнивать различные переводы их результат возможности прямого тестирования и проверки знаний на нашей ЭБС будет такая возможность и это конечно сильно обогатит чем просто чтение книг для преподавателя такие инструменты тоже совершенно свои прибавят инструменты в частности прямую связь и контроль со студентами он будет видеть сколько прочитано что прочитано студентами и кем понимание продвинутости преподавателя тоже будет видно по его статистике насколько он в цифровом плане продвинут или нет мы сможем видеть интересы запросы преподавателей предоставлять ему тот контент который ему нужен вот и для студента инструменты новые будем видеть объем его работы результаты 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 прохождения оценочных средств и тестов то есть когда платформа будет снабжена индивидуальной статистикой по сути дела она будет превращаться уже в настоящую образовательную платформу где мы не только предоставляем книжки для чтения мы уже и видим какие результаты как усвоены знания мне кажется это будет большой такой семимильный шаг ну что ж вот последняя страничка да вы видите с результатами нашей последней конференции которая прошла неделю практически назад в казани вот здесь мы посетят посещали инополис прекрасная очень насыщенная конференция нашей библиотеки в том числе и делегация из ДНР и ЛНР вот всем очень понравились все были довольны так что вот такая вот информация о том что статистика это наверное один из самых ключевых сервисов которые которые должны обладать каждая цифровая платформа ИБС в особенности это базовые показатели которые у нас были унифицированные показатели которые мы добились с помощью проекта АПР международный стандарт каунтер который позволяет теперь каждому университету легко в одной табличке отражать все базовые показатели разных платформ в том числе ИБС ну и работа над тем чтобы отражать статистике индивидуальный цифровой след то к чему все цифровые платформы постепенно идут и стремятся вот так что на этом я готов закончить и думаю что какие то вопросы в этот раз и будут будут и тут есть вопрос о теме информационный раскол да этот этот мы поменяли эту тему этот вебинар будет он в начале 2 ноября по моему будет по сути дела это будет презентация моей новой книги про информационные ландшафты цифровой цивилизации вот и в связи с тем что она отодвигается немножко отодвинулся его выход мы переместили на 2 ноября так что приглашаю пожалуйста участвуйте так ну а дальше вроде да вопросов больше нет вот ну что ж надеюсь что тема очень хотя бы была очень сложная но молчание свидетельствует по полному восприятии контент вот пользуйтесь презентацией если вас этот вопрос углубленно интересует и если какие то есть идеи для того что еще нужно что сделано не так будем очень очень благодарны потому что это как раз и есть наш основной фронт работает ну что ж коллеги благодарю вас за внимание за время которое вы потратили вместе с нами и хорошего вам дня до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...